Доброе утро! На первом канале включение из Петербурга. Если бы международный олимпийский комитет повнимательнее присмотрелся к танцам на пилоне, то их наверняка бы включили в олимпийскую программу. Ведь это настоящая гимнастика, только в вертикальном пространстве. В Европе пилон уже давно покинул стрип-бары и превратился в спортивный снаряд. Как только он стал доступным, в залы потянулись тысячи девушек и даже юношей. Упражнения на шесте оказались настолько сложны и зрелищны, что позже и пространство спортзала ему стали малы. Тогда он перекинулся на большую сцену. Пока только благодаря Юлии Ирининой, которая организовала первый театр на пилоне. Смотрела, как развивается пилон, полтанц в Европе, в мире. Везде это превращается в спорт, фитнес такого направления. Мне кажется, что это немножечко не то, чем бы я хотела заниматься, хотя, естественно, программу я выполняю, но тем не менее. И решила внести творчество, открыть театр, чтобы там было именно шоу, красивое, костюмированное, с идеей, с общей постановкой. То есть нормальный театр, красивый, куда приходят люди, смотрят и восхищаются. Не просто спортивные соревнования, где все нервничают, атмосфера напряженная. Для большинства юлиных артистов пилон стал делом жизни. Многие совмещают с другой работой. Танцовщица Мила, например, днем юрист Анастасия Фатеева. Из-за все еще живущего стереотипа о пилоне, как о стриптизе, посвящает в свою тайну только самых близких коллег. Те, с кем я дружу, ходили и поддерживали. А генеральный директор, да, знает, что я занимаюсь. И отпускала меня, давала отгулы, когда ездила в другие города. Алексей один из редких юношей, занимающихся на пилоне. На работе он и сам забывает, что танцует. Слишком большая ответственность. Он полицейский, занимается физической подготовкой своих коллег. Команда ему встать. Встает. И ты его так же контролируешь. За глаза, за нос. Чуть-чуть поднимаешь, чтобы ему было больно, если будет сопротивляться. И так же маленькими шажками сопровождаешься дальше. Я отвечаю за боеготовность подразделения в целом. Как они смогут проявить себя в экстремальной ситуации, задержать преступника за их физическую подготовку. Обучаем стрелять. То есть, если бы вдруг что-нибудь пришлось людям применять, то и оружие. То есть, они умели это сделать, сделать это качественно. Так же к соревнованиям мы их тут готовим. Но как только суровый мужской коллектив меняется на обворожительный женский, Алексей сам превращается в атлета. Как и всем остальным, именно пилон помог ему обрести такую физическую форму. Как и другие, уж точно не думал, что станет артистом театра. Девчонки, попробуем верхние флаги, хорошенечко разминаемся, кисти разминаем и попробуем сверху. Молодые люди тут могут поднять себе мышечную массу, позаниматься, привести свое тело в порядок, стать более грациозными и жить более здоровыми и счастливыми. У меня как такой подготовки не было, в плане растяжки, гибкости. Мне некоторые элементы даются, конечно, тяжело. А так, вот эти, которые силовые, мужчинам, конечно, будет легче выполнять, чем девушкам. Нет, никакой физической подготовки не было. Я пришла с нуля, благодаря Юлии Ирининой, моей наставнице. В общем, пошла все выше и выше. Театр на пилоне, кстати, оказался на редкость захватывающим и интригующим. Яркие костюмы, сложные трюки, есть даже сюжет. Этот микс из акробатики, танцев и актерского мастерства заставляет забыть корни его происхождения. В настоящее время в мире все активнее проводятся международные чемпионаты по танцам на пилоне. И в этой гонке наши представители пока занимают лидирующие позиции. Медали пока не олимпийские, но кто знает, фигурное катание тоже когда-то было любительским. Марат Арнис, Александр Дружинин, Инвер Мухамедзянов, Андрей Клемешов. Первый канал. Петербург.